здравствуйте принесли ко мне вот такой пылесос дайсон по моему это дайсон в 6 или в 10 не знаю точно какая модель напишу в названии видео но проблема у него в том что при работе на максимальном режиме вы понимаете что женщина скорее всего будет пылесосить на режиме максимум потому что просто так удобнее пылесос через минуту там через полминуты выключается и на батарея моргает красная красная синяя лампочка там есть синий светодиод который светится при зарядке которую потухают после зарядки и которые моргают при аварии вот при аварии при разрядке моргает светодиод вот такая вот батареечка разобрана вот и сейчас я вам покажу в чем проблема как ее решить вот что я сделал я подключил к пылесосу к его ножевым клеммам два крокодила вот здесь плюс ближе сюда минус дальше плюс нижний минус верхний подцепился сюда крокодилами чтобы показать вам ток напряжения и суть проблемы и эти же крокодилы загнал сюда в эти ножевые клеммы желательно полярность не путать минус снизу плюс сверху здесь я подключился на самый слабый аккумулятор и вроде бы аккумулятор заряжен процентов на 80 здесь токовые клещи которые показывают ток который потребляет пылесос от аккумулятора так нужно сбросить показания в ноль показания в нуле и как-то нужно запустить пылесос кнопка при нажатии действует на микрик и микрик в сжатом состоянии и вроде бы должен выдавать напряжение на пылесос но напряжение не выдается потому что здесь стоит геркон батарея а здесь стоит магнит вот в этой части стоит магнитик и при установке батареи этот магнит воздействует на этот геркон и пылесос запускается я просто приклеил магнит сюда на лопатку и этим магнитом запускаю пылесос так посмотрим какой будет максимальный ток и здесь я включу на минимум так минималка чтобы увидеть минимальное напряжение на аккумуляторе так поехали режим максимум вот пылесос выключился здесь мигает синий светодиод ток я поставил на холод где-то на 18 ампер но реально ток был ампер до 20 я видел и здесь минимальное напряжение на аккумуляторе которое было 307 вольта так выключу минимум вот реальное напряжение опять 396 и она поднимается то есть из-за большого тока аккумуляторы просаживаются напряжение на одном самом слабом элементе падает ниже чем 3 вольта и поэтому плата защиты плата бмс выключает выход на пылесос и моргать синим потому что батарея разрядилась то есть проблема в том что аккумуляторы просто устали пылесос был в работе год или два и аккумуляторы потеряли свое внутреннее сопротивление потеряли свои свойства так для сравнения покажу ток на обычном режиме то есть выключая режим максимум на обычный так напряжение на аккумуляторах также 4 вольта токовые клещи сброшены в ноль поставлю на минимум посмотрим что будет стоком пылесос не запускается потому что нужно дать зарядку и вот так происходит каждый раз то есть пылесос выключился нужно дать ему зарядку хотя бы на секунду плата активируется и потом можно пылесосить еще 20-30 секунд на максимальном режиме вот сейчас видно что ток всего 3 ампера а не 18 ампер и напряжение на аккумуляторах падает до 3 8 вольта то есть на таком режиме можно будет пылесосить какое-то время такой ток аккумулятор терпит и не просаживаются за короткое время до 3 вольт ну что будем решать как-то эту проблему так немножко диагностики этого аккумулятора берем смотрим напряжение на самом первом аккумуляторе напряжение 399 напряжение на среднем 399 ухожу дальше 401 смотрю последний аккумулятор 4 0 1 то есть напряжение на самом последнем и самом первом отличается это говорит о том что аккумуляторы разбежались по напряжению и бмс к их не балансирует на середине они может быть разные по напряжению потому что у них уже разная емкость но я проходил даже после окончания заряда по этой батареи и напряжение были разные то есть было 411 413 то есть в этой бмс ки нет балансира скорее всего поэтому аккумуляторы разбегаются по напряжению и поэтому это снижает время работы батареи так и пройдемся таким прибором профессиональный прибор для измерения сопротивлений в r1030 плюс 1035 и как подписчики пишут нужно проверить его перед использованием проверить калибровку нуля так вот есть 0 щупы замкнуты есть 00 сбросить не могу это упрощенная версия прибора калибровки ручной нет так смотрим на крайне аккумулятор 17 и грубо говоря 17 и 8 миллион а так смотрим на аккумулятор крайне с другой стороны 17 и 3 17 и 7 17 и 3 в принципе внутреннее сопротивление у них похоже но дело в том что здесь стоят аккумуляторы sony vts4 здесь можно разглядеть надпись vts4 c4 у этих аккумуляторов по даташиту по документации внутреннее сопротивление должно быть 12 миллион ну естественно со временем с циклами зарядки время не щадит ничего и поэтому них внутреннее сопротивление стало больше соответственно они выработали свой ресурс поэтому при больших токах до 20 ампер у них падает напряжение до 3 вольт и поэтому бмс вырубает выход этого пылесоса просто нужно поменять вот эти вот 6 аккумуляторов и все ну как бы это просто ну вроде бы это непросто потому что есть нюансы то есть получается что нужно заменить 6 аккумуляторов нужно найти 6 аккумуляторов с малым внутренним сопротивлением около 12 13 10 миллион вот у меня от прошлого обзора от тестов остались 6 аккумуляторов joy rim и вроде бы они похожи по параметрам то есть 13 14 миллион у них неплохая емкость но проблема в том что этот пылесос я делаю не себе и у этих аккумуляторов и по этой серии и по другим аккумулятором я вижу что параметры сильно разбегаются то есть 13 36 14 07 14 29 14 28 то есть у 6 аккумуляторов внутреннее сопротивление отличается почти на миллион это во-первых во вторых у них я слышал видел в видео то что они плохо держат циклы и если пылесос проработает например полгода и мне его опять принесут скажу что он опять вдох это будет плохо то есть если бы я делать для себя может быть я бы поставил такие аккумуляторы потому что мне не так сложно поменять их если с ними что-то случится вот но для человека я стал искать нормальные аккумуляторы и заказал в магазине 18 650 про вот такие аккумуляторы молись и емкость у них 2 800 и так как я сказал что мне для дайсона то мне там их подобрали повнятнему сопротивлению то есть вот уже я измерял параметры там написано внутреннее сопротивление около 12 12 10 12 11 12 02 так 1206 ну в общем то у них параметры внутреннего сопротивления очень близки друг другу вот 1208 1202 то есть они отличаются буквально на где-то пять соток вот аккумуляторы приехали в такой коробке были замотаны в кучу пленки которые я замучился размотать и в подарок есть куча вот такого упаковочного материала ни разу такого еще не видел такая большая коробка для маленького числа аккумуляторов то есть нужно поставить эти аккумуляторы в этот пылесос но проблема этих плат в том что говорят что эти платы блокируются если снять напряжение то есть если просто я отпаяю контакты то скорее всего плата заблокируется и когда я поставлю новый аккумулятор плата не будет отдавать напряжение наружу особенности оригинальных плат так это или не так проверять мне не хочется чтобы не покупать в китае плату не ждать месяц с алиэкспресс я просто припаиваю сюда дублирующие контакты может быть с этих аккумуляторов от ноутбука чтобы запитать эту плату тупо надумал что она запитана отцепляю эти аккумуляторы которые есть и привариваю новые аккумулятора ну что буду пробовать и показывать параллельно что у меня получится для того чтобы запитать эту бмску чтобы она не обесточилась когда сниму эти аккумуляторы я сделал такую сборку из аккумуляторов тут и старый бушный аккумулятор от ноутбука но предварительно я конечно все зарядил до конца и 3 аккумулятора с алиэкспресса и того у меня 6 аккумуляторов можно было разделить эти сборки и сделать 6 но не было лень их разделять или же можно подать на эти контакты 24 вольта и 25 вольт и резисторами разделить напряжение разделить на 6 элементов и раздать их сюда но проще спаять 6 аккумуляторов так будет наверно точнее проще вот ну и дальше я взял 7 проводов вот отсюда идет плюс вот это вот в силовой плюс силовой плюс приходит сюда и этим проводом он идет на общий плюс сборки потом идет минус 1 аккумулятора и плюс 2 вот это вот ламель и она идет вот сюда и это желтый провод уходит на следующий контакт то есть он уходит вот сюда ну и перед каждым перед каждой припаиванием провода я проверял то есть если у нас здесь один контакт стоит на плюсе если у нас здесь напряжение 41 вольта то здесь напряжение должно быть 41 вольта тогда я припаиваю провод ну и для примера допустим последний контакт у меня вот здесь напряжение у меня 24 и 6 вольта и на этом проводе который последний идет отсюда тоже 24 и примерно 24 4 вольта то есть напряжение не должно сильно отличаться если напряжение сильно отличается значит где-то вы ошиблись сборки этого аккумулятора сборки этого питания вот ну если вы припаиваете провод провод и у вас изоляция начинает дымится и сгорать значит вы что-то припаивали не туда отпаиваете его и ищите где схему собрали неправильно все теперь эта плата бмс ки полностью запитана с этих аккумуляторов я буду отделять эти аккумуляторы и сюда припаивать новую сборку так я проверил аккумуляторы на емкость емкость минимальная 2 706 проверка была током примерно два с половиной ампера 2 706 2 732 732 740 2 740 то есть расхождение по емкости очень маленькая ну и по сопротивлению по моему я уже говорил по моему 12 и 11 миллион это самое большое 1202 самая маленькая по параметрам они отлично совпадают но нужно ставить их в кейсы варить но перед этим нужно попробовать вообще нужно подобрать параметры и скорее всего я буду варить стальной лентой покрытой никелем толщиной 0 15 потому что 02 варить сварочник мой варить не очень чисто и 0 15 я могу просто сварить в два слоя и у меня получится 03 так в параметрах выбрана 0 1 99 и пробую на старом аккумуляторе который разряжен в 0 пробую на нем приварить эту ленточку так провода жесткие с проводами неудобно так и по нажатию педаль идет сработка так качество сварки ну вроде бы ничего не подгорает ну и пробуем оторвать ленточку при этом не порезав пальцы так лента отрывается вот так вот и вот так остаются куски ленты ну я думаю вполне достаточно таких параметров 0 1 99 все загружаю аккумуляторы в держатель аккумуляторов провода не отвалились вроде бы бмс запитана и варю потихоньку эту сборку так подготовил нарезал ленту вставил аккумуляторы аккумуляторы в этот держатель вставляются с одной стороны с той стороны они не вставляются там ограничитель и наклеивал таки вот картонные колечки потому что если картонные колечки не наклеивать то может получится вот так вот это оригинальная банка из этой батареи и я когда срезал ленту то замкнул на край ножницами вот так немножко подгорел край ножниц и здесь подгорела батарея потому что плюс может Holiday-Mare сの и минус поэтому картонные колечки очень желательное и я пользуюсь магнитиками но допустим прилепил магнитик лента сориентирована лента уже никуда не убегает и здесь нужно сварить одну перемычку вторую перемычку третью и потом переходить на вторую сторону мы желательно понять как стоят аккумуляторы не перепутать потому что потом будет переделывать все сложно нужно будет отдирать всю ленту вот такое получается качество сварки ну вроде бы я считаю неплохо так ну и продолжаю аналогично добавляя второй слой токи здесь я показывал около 20 ампер поэтому я думаю двух слоев хватит сюда я приварил тоненькие ленточки для промежуточных соединений сюда на силовые выводы я вот так вот свернул ленту пополам здесь припаял провод в центр и припаиваю сначала один слой потом припаиваю второй то есть также в два слоя но внутри завернута завернут провод все можно спаивать эти все провода дальше вот я начал припаивать батарею начал с минуса то есть минусовой контакт припаял к минусовому проводу который идет бмс ки и дальше нужно подсоединять вот эти контакты которые идут к промежуточным контактам бмс ки и потом последний силовой но здесь тоже можно проверить нужно проверить если потенциал между вот этими контактами перед тем как их соединять видно что потенциал здесь 0,01 вольта то есть вот этот вот второй аккумулятор на нем напряжение 410 аккумуляторы все были разряжены до 3 вольт и я сейчас зарядил все аккумуляторы до 41 вольта и аккумулятор который находится там который запитывает бмску чтобы она не обесточилась напряжение на нем 411 412 то есть аккумулятор там 412 аккумулятор здесь 410 и поэтому разница возникает 0,01 0,016 вольта и поэтому эти контакты можно спаивать и вот так желательно все контакты проверять нет ли на них на них большого потенциала перед соединением потому что если вот здесь будет потенциал допустим 4 или 8 вольт значит вы что-то неправильно собрали и соединять это не стоит если потенциал маленький значит их можно соединять ничего у вас сгорать не будет так все контакты припаяны от штатного аккумулятора бмс провода от питания внешней батарейки до бмс все я отпаял все батарейка фактически собрана ну я подключил мультиметр батарейка в таком же положении при таком же напряжении как я проверял в начале примерно 4 и 1 вольта и проверим какой будет ток на пылесосе на максимальном режиме вот он здесь подключены крокодилами опять и для запуска нужно подпаять кнопку потому что когда у меня здесь висели голые провода кнопка была отпаяна то плата не запускается потому что кнопка в разомкнутом состоянии в отпущенном здесь контакты замкнуты вот или запаять провода запаять их перемычкой ну и сюда подношу магнит геркону чтобы запустился и смотрим какой ток так ну и посмотрю минимальное напряжение опять выставлю поехали ну вот примерно полминуты пылесос работает напряжение упала всего лишь до 37 вольта то есть напряжение не падает до 3 вольт аккумулятор не выключается может работать без проблем дальше ток я видел примерно 16 половина ампер вот был максимальный ток который я видел так и посмотрим что сейчас с аккумулятором 404 аккумулятора восстановился вот и возможно возможно для того чтобы запустить если у вас не запускается нужно будет подключить зарядку на пару секунд зарядка отпаяна вот то есть все фактически пылесос работает на максимальном режиме без вопросов можно собирать батарея еще одно измерение сравним общее внутреннее сопротивление батареи что получилось с тем что было так проверяем 0 прибора у прибора показания практически 0 так и изначально было сто шесть миллион общее сопротивление сейчас смотрим 77 миллион то есть мы уменьшили внутреннее сопротивление где-то процентов на 30 поэтому аккумулятор сейчас может работать на максимальной мощности без всяких проблем так осталось припаять провода на разъем зарядки и собирать батарея так микрик установлен на место кнопочка поставлена поверх микрика ставим батарея пылесос проверяем работает ли зарядка зарядка работает светодиод светится проверяем работу все пылесос работает все просто поменяли элементы на те которые устали sony vts 4 на качественные элементы от магазина 18 650 pro ru и все заработало если есть какие-то вопросы по этому видео буду рад ответить в комментариях если тема канала была интересна можно подписаться поставить лайк под этим видео с вами как всегда был радиогубитель до следующих видео до свидания